Стой, я уже вылезать начал. Раз, два. Давай посмотрим, что у меня есть. Все готово, да. У меня что-то выросло носу, бородавка какая-то. Следующий тест мы делаем гвоздем. Как правило, это делают бабушки, там дети. Бабушки и дети. Лех, давай скажем последний раз. Хотя я нажимал одинаково и на кванто не умеет. И на квад. На ква-ква. Ян, а что ты делаешь? А я хотел пройти сквозь тебя. Слушай, а мне понравилось, блин, классно. Давно из рогатки не стрелял. Всем привет. Как вы помните, нестандартные тесты мы обычно проводим в городе Тула. Поэтому мы сегодня опять здесь и будем говорить о таком элементе безопасности, как защита кузова автомобиля. Для этого, конечно же, мы ожидаем Яна. Вот и он. Ребята, всем привет. Ян, над какой машиной сегодня будешь издеваться? Давай посмотрим, что у меня есть. О, а над Ситроеном я еще не снипался. В нашей сегодняшней съемке принимает участие Влад, руководитель федерального сервиса Угонет Тула. Но перед тем, как мы перейдем к озвучиванию брендов защитных пленок для кузова автомобиля, давайте вспомним, каким угрозам подвержены эти детали кузовных частей автомобиля. Добрый день. К нам часто обращаются автовладельцы для защиты кузовных элементов от вандальных посягательств. Например, когда автомобиль паркуют на чужое место, зачастую нерадивые соседи начинают мстить. В данном случае не поможет ни датчик удара, ни акселерометр. В большинстве случаев такие посягательства остаются безнаказанными. Надо понимать, что более половины автомобилей в нашей стране приобретаются в кредит, и автовладелец после года эксплуатации, как правило, не обращает внимания на кузовные детали и вот эти коцки, которые расположены на них. Однако страховая через год при осмотре исключит эти кузовные детали из тела страхования и не возьмет их под страховку. Помимо этого, воздействие на кузов оказывают дикие животные, птицы, почки от деревьев, автомойщики, ветки, зимние реагенты, пескоструй и камни на дороге, битум и, конечно же, мелкие дорожные транспортные происшествия. И, конечно же, повреждения влияют на конечную стоимость при продаже автомобиля. Чтобы понять финансовую сторону восстановления, давайте взглянем на калькулятор потерь. Восстановление крышки капота в среднем по территории России обойдется в 13 тысяч рублей. Ремонт бампера с покраской в 11. И примерно в такую же цифру обойдется восстановить дверь. Те же работы у дилера будут стоить в полтора раза дороже. Итак, от всего вышеперечисленного, конечно же, может защитить пленка защитная на кузов автомобиля. И сегодня мы проверим справедливость этого утверждения в нашем тесте. Влад, какие у нас бренды участвуют в нашем эксперименте? Сегодня представлены полиуретановые пленки Lumar, Suntec, Spectrol, Quantum. Также представлена виниловая пленка Oraguard и гибридная пленка Ricochet. Для проведения теста мы оклеим боковые части автомобиля и капот антигравийными пленками по возрастанию цены слева направо и позовем Яна для силового воздействия на них. Итак, мы оклеили наш автомобиль, дали пленке высохнуть. У нас три полосы на передней двери, три на задней, и сразу же в глаза бросается эстетика внешнего вида. Влад, дай, пожалуйста, комментарии. Да, по визуальной части сразу бросается в глаза, что бюджетные виниловые пленки имеют мутноватый оттенок, со временем он усиливается. На белых цветах присутствует желтизна, которая со временем тоже усиливается. Гибридные пленки отдают оттенок в синеву. На полиуретановых пленках таких проблем не возникает. Они сохраняют естественную цветопередачу на протяжении своего жизненного цикла. Влад, расскажи, пожалуйста, что установщик ощутил в момент оклейки, какие есть сложности по нанесению той или иной пленки. В чем отличие? Разная специфика нанесения в виниловых и полиуретановых пленках. По толщине, естественно, тоже отражается на сложности монтажа. Чем толще пленка, тем сложнее ее наносить. Да, в общем-то вопрос очень немаловажный. Пленки все по толщине отличаются. У производителя заявлена одна толщина, а на деле она может быть другой. И мы сейчас подробнее об этом узнаем. В пленке присутствует защитный слой под названием лайнер, который отделяется и остается пленка именно той толщины, которая может быть не заявлена производителем в своей технической документации, или это значение может отличаться от реального. Толщина пленки очень серьезно влияет на последующие ее свойства отражать атаки каких-то летящих камней и проверить, сравнить то, как они ведут себя при воздействии, очень легко. Например, бюджетная и более дорогая. Так, это у нас берем пленку бюджетного ценового диапазона. И вот пытаемся ее... Видно, да? Как она рвется мгновенно при воздействии. То есть, это такой хрупкостью она обладает. Значит, если берем пленку подороже и проделываем то же самое действие, то она у нас тянется. Тянется и не рвется. Рвется и восстанавливается после деформации. Еще наблюдение на пленках бюджетного и среднего ценового диапазона зачастую попадается слабый клеевой слой. Для этого приходится использовать праймер, что негативно сказывается на последующем демонтаже. Зачастую это происходит вместе с лакокрасочным покрытием. Так, Влад, что у нас получилось с измерением толщины пленок? По результатам замеров, самой тонкой оказалась гибридная пленка «Рикошет», самой толстой оказалась полиуретановая пленка «Люмар». Теперь посмотрим, как она поведет себя в боевых испытаниях. Ян, а что ты делаешь? А я испытываю гидрофоб. Кстати, очень полезная водоталкивающая функция, которая позволяет долгое время автомобилю оставаться чистым. А на винилах в пленках она отсутствует. Основная угроза лакокрасочного покрытия – это песок и мелкие камни. Я сейчас попробую сымитировать данную процедуру с помощью вот этого пескоструя. Лех, давай засекай по 5 секунд. Погнали! Конечно же, больше всего пескоструй подвержены передней части у кузова машины. Это бампер, капот, передняя часть крыши, зеркала. Пескоструйца, конечно же, и крылья возле колес. Но для наглядности мы решили использовать двери. Первое воздействие длилось по 5 секунд на каждый участок. Стоп! Полный рот песка. Нормально. Результат явно недостаточный. Мы видим легкие повреждения самой пленки. Небольшие повреждения кузовных элементов лакокрасочного покрытия. Ну, в общем-то, мне кажется, надо продолжить наш эксперимент. Продолжаем тест на этом же расстоянии. Расстояние где-то у нас порядка 30 сантиметров. Давай! Наши переживания оказались излишними. И мы решили увеличить интервал воздействия сначала до 10 секунд на каждый фрагмент, а затем и выше. Кстати, к сами пленке, как и кузовная поверхность автомобиля, тоже подвержена полировке. Поэтому при незначительных повреждениях его можно восстановить таким образом. Стоп! Ну, это немного. Честно. Что, может, еще? Ну, мне кажется, это слишком малое время для воздействия. Надо увеличивать его. Да, и ближе. Чуть-чуть я коробку подвину сейчас на 20 сантиметров. Вот так вот, да-да-да. Все это восстанавливается. Вот, видишь, это пыль. То есть воздействия практически нет. То есть вот это все полирнется. Да, вот с арогвардом здесь совсем все плохо. А, ну видишь, она нет. Все равно от песка встроилась уже. Да, вот эти восстанавливаются. А вот эти две уже нет. Давай еще больше. И вновь повреждения нам показались несущественными. Мы опять увеличиваем время воздействия. Таким образом, в общей сложности мы обработали каждый фрагмент по одной минуте, периодически подсыпая новые порции песка в наш аппарат. Примерно с 40-й секунды начали себя проявлять и незащищенные части кузова, которые тоже слегка пострадали в процессе пескоструя от летящих в бок частиц песка и мелких камней. Немножечко свежим. Винил и гибрид явно страдают больше, чем полиуретан, потому что внешний вид того же люмара, в общем-то, остается без изменений. Хотя лакокрасочное покрытие уже повреждено. Которое поблизости находилось. Пленка. Я думаю, после того, как мы пленку снимем, вот этот контраст лучше проявится. Итак, после минутного воздействия на каждый слой пленки, выяснилось, что больше всего подвергся изменениям это Ора Гвардс. Далее на втором месте по степени износа это Рикошет. Затем идет Квантум. То есть винил, гибрид и недорогой полиуретан хуже всего выстояли. На удивление, Спектрол показывает хороший результат. И даже лучше Сантека, несмотря на то, что он дешевле в полтора раза. Мы сейчас попробуем воздействовать феном при помощи температуры, добиться восстановления этих пленок. Посмотрим, что у нас получится. После воздействия феном при помощи температуры у нас некоторые пятна растворились. Тем не менее, мутноватость в некоторых полиуретановых пленках осталась. И можно уже распределить места по износостойкости и устойчивости перед пескоструем. На первом месте у нас оказался Спектрол. На втором месте Люмар. На третьем Сантек. На четвертом Квантум. На пятом Рикошет. И на шестом месте у нас Орагвард. Мы сняли пленку, которую оклеивали автомобиль. И у нас видна зебра. Такие ярко выраженные следы тех мест, на которые воздействовал пескоструй, на незащищенные части кузова автомобиля. Примерно через пару лет вот так выглядят все автомобили. Ну и соответственно, чтобы сохранялась эта красота, используются полиуретановые пленки. Ребят, я заранее подготовился, походил вдоль дороги и пособирал шипы. Вы прекрасно знаете о том, что в зимний период шипы вылетают. Многие, передвигаясь на автомобиле, обращали внимание, что подходишь к машине и процентов 30-50 шипов отсутствует. Мы для начала сейчас постреляем по семи элементам. То есть это шесть у нас оклеена пленка на капот и одна полоска посередине, соответственно, лакокрасочное покрытие. Постреляю я из рогатки. Ну что, понеслась. Я дико извиняюсь. А ты сейчас куда попал? В рогвард. Давай следующую. Давай. Рикошет. Рикошет. Делаем рикошет, да? Да, ну ты попадаешь. Стоит отметить, что Иоанн очень меткий стрелок и действительно попадает с такого расстояния. Ну, еще скорость такая большая, что... Ну, попал вроде. Давай следующий. Спектрол у нас идет. Было. Слушай, а мне понравилось, блин, классно. Давно из рогатки не стрелял. Было. Что, давайте посмотрим, что там получилось. Ну, вот видно два следа на люмаре. Да, остались царапины и есть некое повреждение. Насколько глубокое... Вот здесь вот пленку прорвало. Прорвало, да? Рикошет. А, вот он. Да, есть. Ну, кстати, хороший разброс. Видишь, если бы она была поближе, возможно... Ну, сейчас перейдем по тяжелую артиллерию, будет полегче. Хорошо. Так, по рогатке у нас все ясно? Да. Теперь продолжаем. Переходим к... Пистолет-воздушка. Да, давай, пистолет-воздушка, погнали. Ну, вот... Я ничего не вижу. По-моему, ничего не остается. Давай следующий. Вот где-то здесь я стреляю. Давай следующий поверх. Давай. Не торопись. Следующий. Ну, они свинцовы, они мягкие, поэтому, по всей видимости, ничего не будет. Квантум. Квантум. Ну, следующий у нас идет, это воздушка, также свинцовыми пульками. Ну, убойной силы чуть побольше. Да, помощнее немножко ствола. Сбоку смотришь. Поверхность пленки... Не страдает. Она не повреждена. Да. Валера, настало твое время. Заряжаем. Оп. И понеслась. Пропустил первое. Ну, здесь видно, что пленка пробита. Ее прорвало во многих местах, начиная с Орагвард. У Рикошета тоже повреждения и прорыв. У Квантума тоже повреждения, явно прорыв. Хорошо. Давай, гвоздь. Следующий тест мы делаем гвоздем, то есть шилом. Как правило, это делают бабушки, там, дети. Бабушки и дети. Бабушки и дети. Давайте посмотрим, что получится. Вдоль, веди. Замечательный след. Ян, ты настоящий художник. Я расписался. Так. Это кузов, да, у нас? Да, это кузов. Это пленка. Ну, везде глубокая рытвина. Но, значит, в этой части у нас повреждено лакокрасочное покрытие. И оно потребует явно покраски. Это 100% будет покраска. Потому что полировка, это уже не лечится. Значит, пленка здесь тоже везде под замену. Но повредилась ли... Лакокрасочная, пока непонятно. Узнаем, да. Чуть позже. Уже в конце. Так, ну что еще осталось? Шкурку. Давай. И я давай три раза проведу. Как-то неоднородно. Ну, давай три. Не, я одинаково начнишь. Здесь давай с другой стороны. Я, самое главное, делаю одинаковое нажатие на банку, для того, чтобы не было там никаких вопросов потом о том, что не сильно нажимает. Вот я сильно нажимаю сейчас одинаково. Немножко прокручивая, чтобы было видно, что разные площади. То есть я прокручиваю, что не забивается шкурка, и из-за этого там меньше становится повреждений. И провожу так же третий раз. Немножко подвину баночку, чтобы освежить, так скажем, шкурку. И снова с таким сильным нажатием и с прокручиванием банки. Делаю третий заключительный раз. И посмотрим. Значит, тут у нас есть одно интересное наблюдение. Помимо всех сколов, прострелов и вот этой огромной царапины при помощи шила, значит, у нас есть следы, проделанные наждачной бумагой. Но очевидно, что LUMAR, SANTEC и SPECTROL менее всего подверглись этому виду воздействия. Хотя я нажимал так же одинаково, как и на QUAD. На QUAD-QUA. QUAD-QUA. Хотя Ян с одинаковой силой воздействовал на все участки, больше всего здесь пострадали QUANTUM, RICOCHET и ORAGWARD. Мы помним, что у пленки есть эффект самовосстановления при помощи термовоздействия. Точнее, после термовоздействия. Надо проверить. Начнем с меньшего температурного воздействия, с чайника. Там 100 градусов. Активнее заливай. Не, я смотрю, как эффект. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай, пошел дальше. Отлично, пленка выпрямилась. Есть ли эффект? Мы видим результат. Нет, конечно, я пошутил. Итак, наши царапины такие глубокие, что вода 100-градусная, их не лечит, поэтому переходим к фену. Что ты делаешь? Мы же переходим. Ну, значит, не сквозь меня переходим, а за мной. А я хотел пройти сквозь тебя. Ну, это такая, горячая, да? Ну, она, видишь, не восстанавливается, потому что это, да. Следующий. Начинай следующий сразу, да. А, так что мы пробуем? Марагвард и Нилы не должны восстанавливаться. Он не восстановится, да. Мы просто... Это только полиуретан. Ну, мы смотрим все, должны посмотреть. Нет, это тоже нифига. Следующая. Квантониум. Да, квантониум. И старайся, пленка, чтобы она не склеивалась. Потому что нам надо будет еще оценить моменты, где пробилась, не пробилась, насколько пробилась. Какая эластичная пленка, а? Смотри. Ну, не везде, смотри, порядок. О-о-о! Заснимай, бля, вообще огонь! Лак не повредил. Держи скапот. Держу. Давай, 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 давай. Да, давай, отлично. Видишь, не повредил. И здесь подтягивай, вот здесь тяни, тяни. Здесь тяни, тяни. Этот кусок, в принципе, можешь оторвать. Оторви, чтобы не мешал тебе. О-о-о, красота! Смотри, пленка на себя все забрала вообще. Все в голову. Так, вот здесь у нас было воздействие ружья. Ну, вот небольшое. С линцовой пульки там, наверное, ничего и нет. А, вмятинка есть небольшая. Есть, есть небольшая вмятинка. Ну, все царапины от наждачки остались на пленке. На пленке все. Видно, что на ЛКП ничего не повреждено. На алкоградском пульке, да, все. Так, мы подходим. Вот для треугольника. Значит, треугольник это у нас что? Это револьвер. Это воздушкой, шариками, которые стреляют. Дальше тяни, 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 потихонечку. Так, посмотри, пожалуйста, вот это все. Есть вмятина. Это вмятина, да? То есть здесь повреждения имеются? Есть вмятинка, да. Так, и вот здесь рогатка. Рогатка. У нас тоже повреждения. Да? Благокрасочного? Так, какие можно сделать выводы? Те воздействия, которые мы проделали при помощи оружия, то есть это пистолетов вот этих вот воздушного типа, они все, в большинстве в своем случае, оказались ущербными для всех типов пленок. Практически в каждом случае был пробой и повреждение лакокрасочного покрытия. От воздействия шкурки защитили абсолютно все пленки и остался поврежденным только незащищенный участок, центральный элемент, да, на который мы не наклеивали, не оклеивали пленкой. Самая толстая пленка LUMAR, это 220 микрон, она защитила от глубокого проникновения царапиной, то есть здесь практически не осталось следа, и все остальные пленки были подвержены этому виду повреждений. Финализируем наш эксперимент. Итоги тестирования вы можете посмотреть в нашей результирующей таблице. А вывод напрашивается однозначный. Защитные пленки полезны и эффективны, и, конечно же, мы рекомендуем их к применению. Ну а выбор модели остается за потребителем. Надеемся, что наш эксперимент всем был полезен. Следите за нашими выпусками, чтобы оставаться в безопасности. И как всегда с вами, эксперты угона нет, ставим лайки, подписываемся на канал. До скорых встреч, пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok